В Якутии стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло подано в учреждения здравоохранения, образования и культуры. В эти дни также проводится запуск жилищного фонда Якутска. Об особенностях нынешнего отопительного сезона расскажет Александра Охлопкова. Жительница Среднеколымска Акулина Шадрина переехала в новую трехкомнатную квартиру совсем недавно. Благоустроенное жилье ей досталось по программе переселения. Пенсионерка радуется, что в этом году отопление дали до холодов. У нас на севере очень холодно, в это время бывает холодно. В этом году очень рано дали, как никогда. Поэтому очень тепло сейчас. Думаю, зимой будет тепло. Старое время очень поздно. Концы сентября давали, тогда мы очень замерзали. Сейчас в Среднеколымском районе утепляют и сети, подтопленные во время паводка в селах Аргахтах и Сватой. А в поселке Березовка эти работы завершены. Также в районе планировалось заменить 90 котлов, 55 горелок, отремонтировать и заменить более 73 километров инженерных сетей. Общая ремонтная программа по капитальному ремонту у нас составила 32 миллиона. Весной этого года было завезено практически все материалы по подготовке к зиме и доставлены до наслегов. Каменного угля у нас завезено 40 тысяч тонн, согласно плана. Сырой нефти 1900, что позволяет нам с уверенностью говорить о том, что отопительный сезон будет с топливом. До конца этой недели тепло поступит во все объекты республики. Всего теплом обеспечены более 30 тысяч жилых домов, 624 больницы, около полутора тысяч объектов образования. Всего к отопительному сезону было предусмотрено 24 миллиарда 97 миллионов рублей, учитывая завоз топливно-энергетических ресурсов. В сегодняшний день 83% котельных запущено, подано тепло 84% жилфонда республики и 85% социальных объектов. В рамках модернизации объектов коммунального комплекса и энергетики в этом году планируется строительство 34 объектов, из них 19 новые котельные. Один такой объект сегодня торжественно открыли в микрорайоне Мархан. Модульная котельная с двумя емкостями построена между двумя домами улицы Совхозной. В результате этого соседние дома получат круглогодичную воду отсюда, получат надежное теплоснабжение, что очень важно. И в рамках подготовки к этому объекту все дома отремонтированы, канализация в домах была уже полностью заменена. Все плановые технические работы завершатся к середине октября. Со 2 октября начнется проверка муниципальных образований на получение паспортов готовности.